Привет интернет, с вами Илья, это наша игра день и обзоры техники. Сегодня я хочу рассказать о своей новой клавиатуре ApoTech Bloody B825R. Гоу лайки и поехали! Поставляется устройство достаточно массивной коробки, на которой, кстати, уже есть все списание всех основных характеристик. Тут достаточно интересный комплект, идет сама клавиатурка, подставка под запястье, кстати, очень большая. Ну и, собственно, конечно же, есть дополнительные клавиши такого вот оранжевого цвета и документация. Сама клава идет полноразмерного типа, а также, конечно же, она проводная. Провод тут тканевый, надежный, ну а длина его составляет 1,8 метра. Сама клавиатура выполнена в черном цвете, корпус тут алюминиевый. И вот так вот по внешнему и тактильному ощущению клавиатура очень такая массивная, добротно сделана, и это, конечно же, хорошо. На самом деле чувствуется, что собрана она качественно, в общем, с этим полный порядок. Подставка под запястье ставится уже рядом с клавиатурой, она достаточно надежно и крепко лежит на столе. На самом деле, не знаю, что это за материал такой, но он такой, он такой, как бы, не клеющийся, конечно, но, так скажем, немного такой липучий. То есть, реально спокойно эту подставку рядом с клавой ставишь, и она прям надежно крепится. Короче, с этим полный порядок. Тут, конечно же, на клавиатуре, с точки зрения визуала, тоже все хорошо. Она не просто такая скучная черная, она, конечно же, идет с RGB подсветкой, и при включении все максимально сочно смотрится. В общем, с точки зрения визуальной составляющего, все здесь хорошо. Плюс подставка тоже, так скажем, добавляет, что ли, богатого вида данному девайсу. По использованию тоже все в целом здорово, мне клавиатура понравилась. Ход клавиш тут небольшой, если верить характеристикам, то 0,5 миллисекунды. Плюс тут тип механических переключателей LK Red Switch. В общем, с точки зрения нажатия, с точки зрения использований, все комфортно. С этим полный порядок. Вообще, клава отлично себя показала в играх при длительном использовании. Я, то есть, долго достаточно играл в CS2 с этой клавиатурой, и все было здорово. Руки не уставали, думаю, опять же, за счет вот этой подставки под запястье. То есть, она действительно обеспечивает комфортное положение для рук. Они у тебя как бы на такой подушечке, что ли, лежат, и это тоже хорошо. По настройке тут тоже все отлично. Есть различные режимы работы, RGB-подсветки. Плюс можно дополнительный софт поставить, все под себя настроить. Я же играл в целом на депутатных настройках, особо этим не баловался. Мне и так все было сразу из коробки, так скажем, хорошо с точки зрения использования. Тестил, как я говорил, ее в CS2, при работе тоже, при написании текста, с работой монтажа. То есть, с этим полный порядок. Клавиатура себя отлично показала. По клаве, как я говорил, она полноразмерная. Тут 104 клавиши, плюс с задней стороны есть ножки, которые тоже можно открыть и использовать уже в таком положении, допустим, для печати текста. С этим тоже полный порядок. В общем, удобно ей пользоваться. Клавиатурой я остался доволен. Это теперь моя основная клавиатура. Я решил что-то выбрать, так скажем, более серьезное. Более, так скажем, солиднее с точки зрения и для игр, и для работ. Поэтому остановил свое внимание на данном девайсе. В принципе, все, что хотел на сегодня вам рассказать. Напишите в комментариях сами, чем пользуетесь. Я, на самом деле, думаю, в ближайшее время еще мышку поменять. Пока вот изучаю еще рынок. Что-то, наверное, скоро новое приобретено. Ну, вот, ребята, как-то так. Ладно, скоро увидимся и до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok